Я хочу прочитать сегодня женский день, поэтому стихи Александра Сергеевича Пушкина «Желание славы» и в контраст очень интересно, почти что на эту же тему блока в дюнах. Ну вы сами немножко себе представите отношения двух в мире. Когда любовью некой упоенной, безмолвно пред тобою коленно преклоненной, Я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я, Ты знаешь, удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, Устав от долгих бурь я вовсе не внимал, жужжанил дальним упреков и похвал, Могли ли меня болвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры И руку на голову мне тихо наложив, шептала ты, Скажи, ты любишь, ты счастлив, другую, как меня, любить не будешь? Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь. А я влюбленное молчание хранил, я наслаждением весь полон был, Я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. И люблю пустого словаря, ты мой, твоя, люблю навеки твой, Я рабство не люблю, свободным взором красивой женщине смотрю в глаза и говорю, Сегодня ночь, а завтра сияющий новый день, Бери меня торжественная страсть, а завтра я уйду и запою, Моя душа проста, соленый ветер морей смолы ее впитал, И в ней все те же знаки, что на моем обветренном лице, Я прекрасен нищей красотой зыбучих дюн и северных морей, Так думал я. И вот она пришла и встала на откосе. Были рыжие ее глаза от солнца и песка, И волосы, смолистые, как сосна, в отливах синих падали на плечи. Пришла, скрестила свой звериный взгляд с моим звериным взглядом, Засмеялась высоким смехом, бросила в меня пучок травы и золотую горсть песку, Потом, прыгая, помчалась под откос. Я гнал ее далеко, и сцарапал лицо хвои, и платье взорвал, Кричал и гнал ее, и страстный голос был, как звуки рога. Она же оставляла легкий след в зыбучих дюнах и пропала в соснах, Когда их заплела ночная сила, и я лежу от бега, задыхаясь. В пылающих глазах еще бежит она, и вся хохочет. Хохочет платья, хохочет волосы, хохочет руки, и платья вздутые от бега. Лежу и думаю, сегодня ночь и завтра ночь. Я не уйду отсюда, пока не затравлю ее, как зверя, И голосом, зовущим, как рога, не прегражу ей путь. Пусть, я не скажу, моя, и пусть, пусть она мне крикнет, твоя. Пусть, я не знаю, и пусть она мне крикнет, твоя, и пусть она мне крикнет. Пусть, я не знаю, и пусть она мне крикнет, твоя, и пусть она мне крикнет. Есенина, тут заканчивали как раз Есениным, с лирикой. С блока я уже читал, коротко, коротко. А то, что я увидел, это тоже не так страшно. Извините, я с ручей Александра Кравимова к России. Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть. Что ты, смерть или стрение крикам? Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Кто еще хочет видеть этого человека? Я три дня и три ночи искал, а шумят. Тучи сели рассыпались каменный грудонь. Слава ему! Пусть он даже не Петр, чернь его любит. Пусть твою ударь. Я три дня и три ночи блуждал по тропам. Соломце я рыл глазами удачу. Ветер в волосы мои, как солому трепал И цепами дождя обмолачивал. Но слабленное сердце никогда не заблудится. Эту шею шеветь нелегка. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей Роняла рассветное мне в рот молоко И холодное, корявое вымя сквозь тьму Прижимал я, как хлеб к источенным векам. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Где он? Где? Неужели его дед? Тяжелее, чем у камней, я нос свою душу. Ах, давно, знать, забыли в этой стране Про отчаянного негодяя и жулика хлопушу. Смейся, человек. Ваш хмурый стан посылается в замечательные разведчики. Был ее каторшник и арестант, Был убийца и фальшивомонетчик. Но всегда ведь, всегда ведь, рано или поздно ли Расставляет расплата капканы тернии. Они закрывали в глотке и вырвали нос для сыну крестьяне В отвергской губернии. Десять лет! Понимаешь ли ты? Десять лет! То строжничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет. В щипку! Как пух ебёжий! Чёртый с того, что хотелось мне рыть, Что жестокостью сердце устало, хмурится. Ах, дорогой мой! Для помещика мужик – это всё равно, что овца, что курица. Ежедневно, молясь, на заре жёлтый гроб Кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг три ночи назад губернатор Рейнсдорп, Как сорвавшийся лист, взлетел ко мне в камеру. «Слушай, Каторшик!» Так он сказал. «Лишь тебе одному доверюсь ли я, Там в ковыльных просторах ревёт гроза, От которых дрожит вся империя. Там какой-то пройдуха, Мошенник и вор Сдумал сдъебить Россию!» Ордой грабители! И дворянские головы Сечёт топор, Как берёзовый купола в лесной обители. «Ты, конечно, сумеешь Садить в него нож!» Так он сказал! Так он сказал мне! Вот за эту услугу ты свободу найдёшь, И в карманах зазвякают серебро, а не камни! Уж три ночи! Три ночи! Я ищу его лагерь! И спросить мне некого! «Проведите ж! Проведите ж! Проведите ж меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Саша Травина! «Проведите ж! Проведите ж! Проведите ж! В эту эпоху, Краван, Так что не будем говорить... ...поклониться... ...не в чьих глазах, Мне не жляпка и ютка. Ну, в голове живот другие думают, что Родина. Неужели это смеет? Ведь я для всех здесь в перегриму думаю. Да Бог есть, в какой далекой стране. Это я. Я. Гражданин села.